Телеканал КРТ представляет Конкуренция никогда не может быть опасной, если ты умеешь конкурировать. Несли – это компания мировая, которая производит свою продукцию в очень узком сегменте рынка. Точно так же и табачные компании. Они являются определяющими в том, чтобы задавать какие-то тренды в экономической жизни Украины. Они производят то, что необходимо для потребления украинцам. Надо бросать курить, чтобы табак вообще не употреблять. Ну а Несли – надо достойно конкурировать компаниям таким, как Конти, Рошен или АВК, чтобы выпускать достойную продукцию, чтобы Несли не имела здесь такого сбыта, как есть сейчас. А в целом конкуренции бояться не надо. Конкуренция она только делает так, чтобы продукция, производимая нашими производителями, была более высокого качества и более по дешевой цене, чтобы она была более доступна потребителям, то есть украинскому народу. И государство должно создавать условия для того, чтобы развивать отечественный бизнес, отечественных предпринимателей, отечественных производителей. Это нужно всячески стимулировать. Не заводить сюда как можно больше иностранных компаний, чтобы они здесь свои производства размещали, а стимулировать развитие отечественной экономики отечественным производителям. А если все-таки акцентировать внимание на именно честной конкуренции. Как может быть конкуренция честна, если, например, в той же Nestle ей рентабельность условно в 2-3-5% это за счастье. А для того, чтобы наши украинские предприниматели работали вот с такой рентабельностью, им проще, наверное, просто деньги положить на депозит в банке и ничего не делать, не заниматься бизнесом, потому что бизнес все-таки у нас это высоко рискованная такая инвестиция. И вот условия изначально не равны, потому что заходичные компании, у них есть возможность к дешевым деньгам, а вот у наших предпринимателей нет. Это другой вопрос, что есть у них доступ к дешевым кредитам, к дешевому финансированию. У нас, у наших предпринимателей, у нашего бизнеса, к сожалению, такой возможности нет. Во-первых, ставки по кредитам очень высокие. Во-вторых, доступность этих кредитов. Чтобы получить кредит, нужно пройти просто очень много всяких проверок, предоставить кучу документов, залоги. Национальный банк должен, конечно, вести такую политику, чтобы кредитование было доступным и дешевым. Это должна быть сбалансированная работа Национального банка и правительства в этом вопросе. И сейчас очень-очень хорошая ситуация, как раз-таки после того, как экономический кризис провоцированный нефтяными ценами на внешних рынках, падением фондов рынков и также коронавирусом. Как раз-таки очень хорошая возможность для перезапуска экономики и для формирования внутреннего рынка, для формирования как потребления, так и производства, нового производства. Поэтому сейчас нужно правительству вести очень грамотную экономическую политику для того, чтобы стимулировать отечественного товаропроизводителя. И здесь не надо бояться, что кто-то будет потом обвинять в том, что идет лоббирование отечественного производителя, идет государственный протекционизм – весь мир занимается этим. Все ведущие страны мира занимаются государственным протекционизмом в очень жесткой форме. А мы как-то этого стесняемся очень. Должно быть все построено немножко по-другому. И отечественный производитель должен быть во главе угла. А то у нас, когда выступает в Давосе, президент, премьер-министр говорит о том, что нужно каких-то специальных институтов радионянь создать для того, чтобы поддерживать тех, кто из-за рубежа инвестировал деньги. Я говорю, а для отечественных не надо это создавать? И почему 100 миллионов долларов? Почему тот, кто миллион долларов проинвестировал отечественный инвестор, его не надо защищать? У него должна быть строгая система защиты. Иностранная компания не подвержена такому давлению силовиков. Не всегда справедливому. А наша компания подвергается и государственному рэкету, и силовому рэкету, то, что было в 90-е не государственными структурами, а сейчас это делается на уровне уже правоохранителей. Это уже всячески пресекательство, причем жестким образом. К иностранцам такого нет. Боятся, что будут сразу же жалобы через посольство. Будет оказываться давление и со всеми фамилиями, с данными тех людей, которые это делают в отношении нашей компании. Они бесправны. Здесь государство обязано просто защитить честный украинский бизнес. Не те, кто нарушает закон, а честный украинский бизнес, чтобы они могли спокойно развиваться, вкладывать деньги, инвестировать в свое производство, то есть в Украину. Внутренний инвестор – это всегда основа основ любой экономики. Внутренний инвестор, не внешний инвестор. Найдите миллион человек, которые проинвестируют миллион гривен, каждый из них миллион гривен в экономику Украины. Это уже сколько получается? Триллион гривен. А сколько это в долларах? Вот тебе, пожалуйста, инвестиции. Поэтому надо вот здесь вот обращать внимание на защиту и от несправедливого воздействия правоохранителей на налоговиков. Это очень часто бывает. Кругом и всюду. На крупных они побаиваются это делать, а на малый и средний бизнес – это кругом и всюду. В каждом городе это происходит. Если мы обратим внимание, на протяжении всей независимости Украины все равно же борются с тем, чтобы ставка Национального банка была ниже, но тем не менее у нас вот эта проблема по поводу дорогих денег, она системная. И у нас уже фактически десятилетиями достаточно высокий процент. И таким образом, получается, системно украинский бизнес находится в неконкурентных условиях, вернее, в условиях нечестной конкуренции с европейскими компаниями. Как вы считаете, в этом есть опасность для нашего украинского бизнеса? Это не нечестная конкуренция, это просто находится в других конкурентных условиях. Можно и так? Нет возможности. Государство в других странах, в развитых странах мира поддерживает свою экономику, своих производителей и всячески стимулирует экономическую деятельность. У нас, к сожалению, нет внятной экономической политики. И кредитно-денежной политики нет внятной на протяжении 30 лет. Она не сформирована. Началось ее формирование, скажем, в начале 2000-х годов. Потом немножко это тоже свернулось, этот процесс свернулся. И здесь необходимо, еще раз говорю, остановиться и продумать внятную экономическую стратегию, которая включает в себя кредитно-денежную стратегию. Вот это необходимо делать. Но, к сожалению, пока никто этим не занимается. Занимается реагированием на те или иные вызовы, которые каждый день нам жизнь посылает. А внятной стратегии нет. Как не было, так и нет. А вы считаете, что все-таки возможно такую стратегию президенту и правительству продумать и реализовать? Конечно, почему невозможно. Для этого нужно иметь два условия. Политическую волю и мозги. Как вы считаете, чтобы сохранялась такая ситуация, системная несправедливость в отношении дорогих денег, выгодна ли такая ситуация конкурентам Украины и бизнесу, который заинтересован? За последние 6 лет Украина превратилась в колонию. А те страны, так называемые метрополия, которые высасывают из Украины все соки за последние 6 лет. Украина превратилась в такое. Мы потеряли все признаки независимости в принятии государственных решений. И экономика, в том числе, поставлена. После подписания этой, я считаю, очень несправедливой экономической части ассоциации с Евросоюзом, Украина очень много потеряла в экономическом плане. Очень много. Нас почивали какими-то сказками о том, что это принесет огромный плюс экономике, даст толчок развитию экономических отношений. Но в итоге мы открыли все свои границы для западных товаров, а рынок Европейского Союза для нас не открылся. Как были квоты, так и остались. А рынок Российской Федерации, который был для нас естественным, наши стабильные, привычные рынки, для нас были закрыты. Вот и все. Вот к чему привело это неразумное подписание экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорилось тогда, что экономика понесет огромные потери, будет закрыть миллионов рабочих мест. Потому что Россия закроется, а многие предприятия в основном расположены на юго-востоке, которые свою продукцию стабильно, постоянно поставляли на свои привычные стандартные рынки. В России рынки стран Евразес просто будут закрыты. И куда девать продукцию? Евросоюз больше не принимает. Куда ее девать? В итоге предприятия закрывались, рабочие места сворачивались. Вот это итог той дурной политики, бездумной, слепого следования всем советам, которая начала в 2014 году, после Майдана. Вспомните те реляции, которые, как нам браво говорили, скоро будем жить так, скоро будем жить так. Для нас это была какая-то победа. А в итоге что получилось? Мы тогда говорили, что это бред сумасшедшего, что этого не будет. Вот оно к чему пришло. Я так понимаю, не случайно все-таки с Европейского Союза так настоятельно требовали прямо подписания этой Евроассоциации? Нет, требовали они в первую очередь. Ведь Янукович соглашался подписать политическую часть Ассоциации, а экономическую часть он просто просил отложить для того, чтобы просчитать все потери, которые экономика Украины понесет в результате подписания этого соглашения. И где найти компенсаторы этим потерям? В итоге сказали нет, только либо все сразу, либо ничего. Плюс все движения, которые у нас пошли внутренне, провоцирование со стороны внешних сил этих внутренних движений, так называемой революции. Вот к чему привело к плачевным последствиям. Сейчас, чтобы нам выйти на тот уровень экономических отношений экономики, которые были в 2013 году, нам еще нужно работать с теми темпами роста, которые показывает государственная статистика в 2018-2019 году. Хотя я не верю, я считаю, что это абсолютный бред. Нет такого роста экономики. Но даже с теми темпами, которые они показывали, для того, чтобы выйти на уровень экономики 2013 года, еще должно пройти лет 30. Какие потери экономика понесла за это время? Это можно просто элементарно посчитать. Но это точно будет десятки миллиардов долларов. Десятки миллиардов долларов. Вот еще такой вопрос. Очень многих украинцев беспокоит меморандум с Международным валютным фондом. Текст, который достаточно долго скрывали. Опять же, мы наблюдаем, что МВФ постоянно выдвигает какие-то требования. Либо пенсионный возраст поднять, либо еще что-то. И всегда это вызывает негатив в обществе. И не считаете ли вы все-таки необходимым сделать такое объединение промышленников и вместо МВФ кредитовать Украину под условия защиты именно украинского бизнеса? Я понимаю, что это немножко странная идея, но опять же… Это идея из космоса, я думаю. Она точно не будет иметь места. Не будет никакого развития этой идеи. Но, в принципе, я не думаю, что каждый украинец волнует МВФ. Каждый украинец сейчас занят тем, чтобы выжить в тех условиях, в которые он был поставлен. Тяжелейший экономический кризис, чтобы выжить. Что касается МВФ, это не ругательное слово, я скажу. Это кредитная организация, которая дает деньги под определенные условия. Хочешь – бери деньги, не хочешь – не бери деньги. Вот там же все очень просто. И они, как любая кредитная организация, они хотят показать, чтобы заемщик показал, за счет чего он будет обслуживать кредит и за счет чего он будет возвращать кредит. И какие-то условия выдвигаются для этого. Но все зависит просто от искусства переговорщиков, в первую очередь наших переговорщиков украинских, которые могли вытургать такие условия с МВФ, чтобы это было выгодно не только этой организации, но и украинским государством, украинскому народу. К сожалению, это не всегда получалось. И шли бездумно на какие-то соглашения кабальные в тот момент, ну и сейчас. Шли бездумно на эти соглашения. Другие говорят, что необходимо объявить дефолт. Бред сумасшедшего. Дефолт – это коллапс всей экономики. Эта страна рухнет на несколько уровней вниз, и весь народ станет более бедным. Обнищает практически каждый украинец. Каждый украинец. Это привезет для Украины катастрофические последствия. Я там просто уверен. Ни в коем случае на это не зайти. А вот передоговариваться необходимо. Все зависит от искусства переговорщиков. Как они ведут переговоры, как они могут добиваться тех или иных выгодных для Украины условий. Потому что сейчас, особенно в той ситуации, в которой оказался весь мир, когда идут падения абсолютно всех экономик мира. И абсолютно все почувствуют на себе негативные последствия кризиса, связанных с коронавирусом. Абсолютно все. И абсолютно весь мир сейчас передоговаривается. Что возникает у всех диспропорция в экономике. И нет того, на что все рассчитывали. Тех доходов, на что все рассчитывали. И крупнейшие мировые компании. И крупнейшие экономические державы. Все это почувствуют на себе. Но в этих условиях, конечно, нужно иметь мужество признать какие-то моменты, которые нам будет просто невыгодно это сделать. И идти и передоговариваться. Я не знаю еще в подробностях весь спектр тех условий, которые были переподписаны. Под новый кредит, который сейчас обещают. И уже об этом объявлено. Первый транш появится через неделю, через две. Два с чем-то миллиарда долларов. Следующий транш будет немножко позже. Но необходимо, конечно же, иметь возможность отсрочки и выплат под процентом, и выплат тела долга. Потому что это сейчас ляжет очень тяжелым бременем на бюджет Украины. Потому что никто не ощутил последствий кризиса, связанных с карантинными мерами, с остановкой многих предприятий, с остановкой малого и среднего бизнеса. Это все почувствуем немножко позже. Но это нанесет не то что огромный ущерб бюджету, но бюджет много не доберет. Очень много не доберет. И за счет чего обслуживать проценты, за счет чего возвращать тело долга, для меня является большим сомнением. Вот, может быть, они берут кредит не для того, чтобы проинвестировать в экономику, а для того, чтобы вернуть старые долги, но на более жестких условиях. Если старые долги были, я к примеру скажу, 3% годовых, сейчас берут 5% годовых, чтобы отдать старые долги, но уже по более дорогим процентным ставкам. Это не совсем разумная экономическая политика, но, еще раз говорю, это лучше, чем объявить дефолт. Это вообще будет катастрофа. А вот это следующий вопрос. А почему тогда Зеленский и правительство не делают ничего, никаких инициатив, для того, чтобы хотя бы попытаться реструктуризировать долги? Мы не знаем всех условий, которые сейчас только-только достигли какого-то соглашения. Когда мы их узнаем, можем проанализировать и еще раз их прокомментировать. Но пока будет обнародован завтра или послезавтра окончательный текст меморандума СМВФ, и там будут понятны все условия. Конечно, здесь нужно иметь политическую силу, политическую волю, поддержку. Нам же все говорят, что у нас западные партнеры, они нас типа везде поддерживают. Так если они нас поддерживают, то пойдите нам навстречу. А срочно выплату процентов, срочно выплату тела долга, если вы наши партнеры. Если вся наша государственная власть пошла вам навстречу, подписали бездумно соглашение об ассоциации, открыли вам наши рынки, взамен ничего не получив. Так пойдите и вы нам навстречу в чем-то. Нет. Все очень прагматично, очень эгоистично. Фактически мы понимаем, что у нас нет партнеров. У нас партнеры только мы сами. И надо это четко понимать. Тогда еще такой вопрос. Если сравнить, как страна Украина поддерживала своих предпринимателей, свои промышленные группы при Порошенко и при Зеленском, что-то поменялось или нет? При Порошенко поддерживалась только одна промышленная группа – группа «Рошен». Сейчас государство, думаю, группа «Рошен» не поддерживает. Вот в этом поменялось. В остальном, как не было внятной экономической политики, промышленной политики, так ее и нет. Но там было пять лет, а здесь пока один год. Можно считывать срок Зеленского, начиная с сентября месяца. Потому что до конца августа, до начала сентября, когда не было сформировано Верховная Рада, не было сформировано правительство, говорить о том, что президент Зеленский имел влияние на экономические процессы, нельзя. Потому что правительство было не его. И не сильно-то слушались указания или просьб Зеленского. Этого не было. Но даже за это время одно правительство поменялось, которое глядя, что очень умное, очень грамотное. Но оказалось, что это не так. Сейчас другое правительство пришло. Оно только пришло, тут грянул кризис коронавирусный. И правительство столкнулось с огромным вызовом. Но это сложно. Как раз в тот момент транзита правительства, когда одно ушло, второе пришло. Я не помню, 4 или 5 марта был избран Денис Шмыгаль премьер-министром. Еще не сформировано правительство в полной мере. А уже начиная с 9 или 10 марта пошел коронавирус гулять по миру. И все страны стали закрываться, вводить карантинные ограничения. И у нас это все пошло. И тут совершенно другой кризис возник. Там сложно было на что-то реагировать. Но в целом, пока у нас произошло до этого, я вообще не думал о какой-то внятной экономической или промышленной политике. Как нам развивать свою промышленность? Это основа основ. Какие-то услуги. А промышленность? Возрождать ту промышленность, которая была Украина. И машиностроение, и авиастроение, и судостроение. Об этом можно думать. Так вот, и у нынешнего правительства, пока еще не было времени, ну, может быть, даже пока наметок нет на то, что будет какая-то стратегия, внятная экономическая, промышленная стратегия. Может быть, что-то будет. Будем надеяться. Будем всячески стараться и делать так, чтобы подвигнуть правительство на эти события. Ну, и будем, если понадобится наша помощь, будем всегда помогать в этом. Как сформировать внятную украинскую экономическую стратегию? Следующий такой вопрос. Недавно проголосовали за так называемый антиколомойский закон, который касается конкретно украинских банков и взаимоотношений этих банков с Национальным банком Украины. Как вот с Вашей точки зрения, он чем-то опасен для наших украинских банков, для наших предпринимателей или нет? Ну, он опасен в каком плане? Что судебная система Украины не имеет влияния на украинские банки. То есть закон здесь не будет иметь свое действие в том объеме, как он должен иметь свое влияние. Если Национальный банк принял какое-то решение, уже нельзя спорить. А кто знает, а что там сидят ангелы, они ошибок не совершают. Значит, их действия можно оспорить. А там, может быть, сидят люди, которые за то или иное решение могут что-то требовать. И когда им никто не откликнется на их требования, то могут принимать решение. И его что, нельзя спорить? Вот в этом есть вызов. Это нужно будет ситуацию исправлять. Но с точки зрения того, что это было требование ВФ, и опять же здесь, что находится на чаше весов? Или принятие этого закона или дефолт? Там надо было очень сильно думать. Но и в то же самое время, мы же знаем тоже, как украинские суды работают. Там очень много нареканий и вопросов тоже к этому. В целом, закон очень-очень противоречивый и очень спорный. Скажу так. А вот еще следующий тогда вопрос. При Порошенко приняли закон о церковном рейдерстве, так называемом. Там, где можно было через всевозможные якобы сборы... Захвата фрейдерских храмов. И во многом эта волна продолжает идти. С вашей точки зрения... Захвата храмов, так сказать. Ну, начиная с 2014 года наша украинская православная церковь, каноническая, подвергалась таким серьезным испытаниям. Шельмование в прессе, давление государственных органов, неправда, злоба в отношении нашей церкви. Очень много заказных статей, публикаций, передач, обвинений в разных грехах, которые церковь никогда не совершала. И для Порошенко создание так называемой ПЦУ, которая для меня не является... Она не является просто церковью. Это политическая организация с религиозным названием. Это для него было одним из элементов его предубранной кампании. Здесь был чисто прагматичный интерес, чтобы с этой... Помните, армия моя вера. Чтобы при создании этой так называемой ПЦУ, этой бутафорной церкви, это помогло ему стать президентом страны. Помню эту эпопею с Томасом. Это все в одну канву входило и два закона, изменяющие закон о религии, свободе и вероисповедании. Закон первый был принят в декабре 2018 года, о изменении названия... Фактически, о изменении названия Украинской православной церкви. И второй закон был принят в январе 2019 года, который позволял немножко упростить процесс так называемого перехода, добровольного, так называемого добровольного перехода из одной юрисдикции церковной в другую. И началось такое давление, жесткое давление со стороны государственных органов, в первую очередь СБУ, Министерство юстиции, областных государственных администраций, которые получали разнарядки команды из администрации президента тогдашней Порошенко. Сколько храмов должно перейти... Там целые разнарядки были, целые планы были, как продразверстка. Сколько храмов в той или иной области, в том или ином районе должно перейти в эту юрисдикцию. И под это был принят этот закон в декабре, то есть в январе 2019 года. Когда был Томас Тур, когда Порошенко подержал разные области, своей предвыборной кампании, везде Томас возил с собой. И к очередному приезду в очередную область должно было такое количество храмов перейти в ПЦУ, так называемую. Этот процесс тогда имел место в очень горячей фазе. И еще раз повторюсь, священники подвергались просто жесточайшему давлению со стороны СБУ. Их вызывали, их старались шантажировать, подкупать, просто запугивать священников. Священники, архиереи нашей церкви. Но, к счастью, подавляющее большинство священников и архиереев оказалось верны своей присяге, которую им давали при рукоположении. Остались верны своей церкви, своему предстоятелю. Там было два щепенца среди архиереев, которые предали свою церковь и туда перешли. Скорее всего, это даже, может быть, не под давлением, а под своим эгоистическим соображением горделивым, чтобы хотели или возглавить, или стать кем-то, влиять. Но их моральный облик был таков, что для всех это, наоборот, для всех верующих, верных нашей церкви показалось, что вот эта церковь, ну, туда переходят люди достаточно, ну, с серьезными изъянами моральными. Скажу мягко. Но после того, как этот процесс набирал обороты, и по-разному тогда отчеты шли, мы же помним, как и в прессе, в телепередачах, особенно там тех каналов, которые поддерживает Порошенко, каждый день давали отчеты или каждую неделю давали отчеты, сколько храмов перешло в ПЦУ. И все эти, ну, на самом деле были храмы захвачены, на самом деле под жесточайшим давлением проводились собрания, так называемые общин, когда не община собиралась, а фактически сход села. Община, вот село тысяч человек, да, община оставляет там сто человек. Ну, не община собиралась, а сельские головы под руководством районных начальников, в том числе и милицейских и СБУшных, собирали сход села и на нем принимали решения. А там люди принимали решения, которые в храме никогда не были. Когда приходят, они, может, только на Пасху, чтобы посетить куличи и яйца. И все. Таким образом, существовался переход, так называемый «добровольный», в кавычках. И было очень много случаев, они практически все сейчас оспарятся в судах. В случае того, как, я считаю, незаконно, под давлением глав районных областных администраций, силовиков, эти переходы осуществлялись. Но даже те цифры, которые назывались, они не верны. Они тоже не верны. Ну, после избрания Зеленского этот процесс постепенно… Ну, невозможно сразу все остановить. Если он уже, знаете, какой-то процесс набрал обороты, то есть момент инерции. Еще по инерции что-то там проходило, но сейчас практически уже мы ничего не слышим такого, чтобы что-то было. Где-то какие-то отдельные попытки на Западной Украине могут проходить. Но и то они пресекаются, они пресекаются. В общем, этот процесс сошел на нет. И если бы, я скажу так, если бы не внешняя поддержка этой так называемой ПЦУ, она создана только при поддержке государства. А сейчас я оказываю просто внешняя поддержка. И мы видим, как Государственный департамент США в лице своего госсекретаря и там есть специальный посол по религиозной свободе Сэмуэль Браунбек везде куртировал по всем поместным церквям и оказывали давление на поместный церквь, чтобы признали эту ПЦУ. Вот в итоге там выбили признание, опять же говорю, под давлением это было сделано. И премьер-министр Греции, и Майка Помпео, он лично встречался с предстоятелем Аладской церкви. Аладская церковь признала и еще, кажется, Александрийская церковь признала. Ну и то так очень лукаво признали. Вот таким образом немножко продлили, как бы дали дыхание этой ПЦУ. Но просто народ туда не ходит. Вот они говорят, мы отказываемся во время коронавируса от богослужения. И в некоторых городах даже было такое, что вот приезжают корреспонденты таких вот изданий, которых мы иногда называем Сарасята, приезжают в храм нашей церкви. Там на богослужении находится 100 человек. А приходят в ПЦУ, там или церковь закрыта, или храм закрыт, или там два человека. Говорят, так у них и так два человека, у них больше не приходит. Хоть коронавирус, хоть карантин, хоть не карантин, у них и так два человека. А в нашем храме было до карантинных ограничений было там 500 человек, сейчас 100. Ну, конечно, люди сам ограничиваются. Вот эти все действия внешних сил, сначала государство, Порошенко и вся его банда оказывали давление, чтобы эта церковь была создана. Сейчас еще внешние силы дают второе дыхание этой так называемой церкви, но уже такие случаи были в истории, когда под давлением советской власти была создана так называемая обновленческая церковь. Ее и Константинополь тогда признал, и государство, мощное советское государство поддерживало эту церковь. А народ туда просто не пошел. Люди чувствуют, где есть благодать, а где ее нет. Душа же, ее же не обманешь никогда. Так и в этом случае. Наш народ чувствует, где есть, ну, церковный народ, я имею в виду, где есть благодать, а где ее нет. Где есть истина, а где нет. Вот и все. И я уверен, что у них будет все равно постепенно все, если у них будет внешней поддержки, она сойдет на нет. А вот следующий вопрос, который вот опять же в тему. Мы видим вот недавно вот такую провокацию, как петиция к президенту, которая набрала необходимое количество голосов. И вот якобы по этой петиции нужно лавру Киево-Пещерскую передать куда-либо. С вашей точки зрения, кто стоит за этими петициями и какую цель преследуют эти силы вот такими инициативами? Ну все те же, кто создавали этот путь, они все те же стоят за этими петициями. Все те же. Они уже так тогда, они понимают, тогда не смогли это сделать. В итоге Порошенко при всем желании стать президентом, раз и смели его. Дунули и уже Порошенко нет. Господь поругаем не бывает, вы понимаете? И лавра Киево-Пещерская, это не только стены и храмы, это в первую очередь, представь Богородица, который является игуменей Киево-Пещерской лавры. Потому что Киево-Пещерская лавра считается пределом Божией Матери. Но она не позволит какого-то поругания. И Киево-Пещерские святые не позволят этого поругания. За этой петиции стоят силы, которые поддерживали, ну в основном Порошенко, его структура, некие там Ветровичи какие-то, кто-то еще. Ну, конечно. Ну, зарегистрировали эту петицию, воспользовались ситуацией. Опять же, был на протяжении вот этого карантинного и карантинных ограничений, опять была очередная серия публикаций и опять серия неправды в отношении нашей Церкви в очередной раз. В основном, опять же, это Сарасята все исполняли. Для того, чтобы опять людей вызвать недовольство, почему храмы не закрываются. Но священник не может закрывать храм. Он по своей присяге священнику не может этого делать просто. И вот пошли обвинения в адрес нашей Церкви. Ну и в итоге, из-за того, что в Киево-Пещерской лавре было много случаев заболеваний, вот родилась такая петиция. Ну, а что-то набрало, а что-то не набрало. Но нет абсолютно никаких законных оснований для того, чтобы Киево-Пещерскую лавру взять у монастыря, Киево-Пещерского монастыря, ну, само здание, комплекс здания Киево-Пещерской лавры, передать кому-то другому. Нет никаких абсолютно оснований. Я думаю, что на это никто не пойдет. Потому что это вызовет, ну, такое протестание в обществе, что это сложно даже мне представить. Это невозможно. Вот. А что касается лавры и заболеваний монахов, я скажу следующее. Сейчас я просто точку зрения в отношении этого. Ну, первое, не монахи же ездили на первую неделю Великого подста в Коршавель отдыхать и там куда-то в теплые края и не привезли сюда коронавирус. Они как находились у себя в лавре и молились за украинский народ и за весь мир. К ним, наверное, кто-то это привез, правильно? Конечно. Их заразили. А никто не думал о том, что монахи просто взяли на себя болезни своего народа и на себе это все понесли. Может быть, это так. Кто-то ушел в мир иной из-за этого. Ну, из-за этого, не из-за этого. Три монаха умерли. Они и так были заболевания другие, а это просто усилило эти заболевания. Поэтому я считаю, что насильники Киево-Печерского лавра понесли вместе с этими заболеваниями тяготы своего народа на себе. И когда многие корреспонденты начали задавать злорадные вопросы на эту тему, мне хотелось им сказать, ребят, а где ваше милосердие? Злорадствуйте по этому поводу. А где ваше просто элементарное христианское милосердие? Что такое христианское? Это любовь и милосердие. Так вы, получается, не христиане? Мы видели, кстати, эту информационную атаку. В основном там отличились, конечно же, каналы Петра Порошенко. Это пятый прямой. И мы подали уже необходимые соответствующие документы в полицию и обращение в суд касательно возобновления против этих телеканалов уголовных дел по 161 стадии. Я думаю, что все-таки внесут они в единый старостный реестр, и мы все-таки рассмотрим, каким образом они будут привлечены к ответственности. Мы рассчитаем, что каждый человек должен нести ответственность за свои дела и свои слова. Нести ответственность. Мы сейчас попробуем тронить. Канаса говорит о политическом преследовании. Какое политическом преследовании, если вы явно нарушили закон и разжигаете межконфессиональную рознь? Чистая 161-я статья Головного кодекса? Чистая или грязная, мне все равно. Но, по крайней мере, нарушение статьи есть. И вот следующий вопрос уже по другой теме. Мы смотрим как хороший пример по возвращению территории – это Китай и Гонконг. Когда много-много лет ждали, пока в Китай вернется его территория. А вот у нас в Украине получается плохой пример, когда у нас годами идут обстрелы, гибнут люди и так далее. И вроде как и президент поменялся, а вроде как и ничего не поменялось у нас по ситуации на Донбассе. То есть, как вы думаете, проблема тут в Зеленском или в Минских соглашениях? Или в чем проблема? Каким образом нам все-таки, чтобы на Донбассе у нас наконец-то воцарился мир? Что нужно сделать с вашей точки зрения? Выполнить Минские соглашения. Других вариантов просто я даже… их нет, я не вижу, какие могут быть другие варианты. Выполнить Минские соглашения от первого до последнего пункта. Все. Все элементарно просто. Просто партия войны, которая находится в подавляющем большинстве у нас в Украине, она постоянно диктует условия. И уже у меня был некий оптимизм, такой осторожный в отношении мирного процесса, когда власть поменялась. Первые заявления, потом первые шаги, обмен пленными, возврат моряков, разведение войск в нескольких местах линии соприкосновения, возобновление работы в Минской контактной группе, в конце концов встреча в Париже. И первые переговоры президентов России и Украины один на один. Это первые переговоры, начиная с 2013 года. Это внушало определенный оптимизм. Затем Новый год и какие-то еще процессы шли, но сейчас этот процесс полностью как бы остановлен и постепенно, постепенно переходит к той фазе, что было у Порошенко. Имитация мирного процесса. Имитация мирного процесса и поиск виноватых, почему он не идет. Я не понимаю, может быть, мне какая-то информация для меня недоступна, которая есть у главы государства. Нужно просто находиться в его кресле, в его костюме, чтобы знать всю информацию, понимать всю меру ответственности. Но в этом вопросе, конечно же, необходимо иметь политическую волю и не останавливаться. А то, что сейчас мы видим некие какие-то парохоботы, Казанский, какой-то еще там парень, оказывается, должен быть переговорщиком в рамках Минского контакта группы. Те, которые являются для Донбасса, но просто очень хорошими людьми, они будут решать судьбу Донбасса. Но это смешно. И сейчас процесс опять посепенно сползает к Порошенковщине. Объяснять, что есть агрессор, он за все отвечает и не делать никаких шагов, только ждать, что кто-то придет и поможет это сделать. Это очень нехорошая ситуация. Может быть, я ошибаюсь, но, по крайней мере, у меня сейчас оптимизм сильно упал. Но еще это очень жаль, потому что это самый важный вопрос для Украины. Вопрос мира на Донбассе и восстановления территориальной целостности. Без этого никакого роста экономики у нас не будет. Без единства страны у нас не будет дальнейшего продвижения какого-то. И опять мы будем только исполнять ту роль, которую мы определили, как объекту мировой политики. Вот и все. А вот если все-таки разобраться в деталях, получается, Зеленский вроде и новый президент, вроде как будто на лозунгах мира он пришел. Тем не менее, мы видим, опять же, ситуация не меняется. И вроде как в Минских соглашениях участвует и Германия, и Франция, и Россия. И тем не менее, результата нет. Может, уже все-таки пора задавать вопрос, ну, у нас принято в Украине некоторыми маргинальными структурами задавать вопрос всем людям, чей Крым. А не уже, может быть, пора уже задавать вопрос, чья Украина? Тогда, может, отвечая на этот вопрос, будет понятен все-таки, почему ситуация не разрешается. Я бы не стал такой вопрос ставить, чья Украина, не чья Украина. Украина – это государство украинского народа. Больше нищая. Это раз. Второе. То, что касается ситуации, которые сейчас все критикуют Зеленского. Тут у нас, понимаете, есть такая забава украинская. Только кого-то назначат или изберут, тут же начинают его снимать через неделю. Знаете, возможность немножко поработать и провести себя. Вот для чего избирали? Для того, чтобы человек как-то себя провел. Что-то ждали, когда избирали. Избирали не на один год, а на пять лет. Но если сравнить ситуацию, которая была, давайте вспомним, больше года назад и сейчас. Ну, там, год и три месяца назад и сейчас. Ну, страна поменялась. Согласитесь со мной. Атмосфера стала другой в Украине. Или она, вы этого не замечаете. Только слепой, может, этого не видеть. Дышать стало легче. Нету той злобы, той ненависти. Того противостояния, которое… Вот эти маргиналы еще бегают где-то иногда, да. Там, Порошенко, когда вызывает в ДБР, там что-то рассказывает. Но в целом ситуация в стране поменялась. Да, мы хотим больше, мы хотим, чтобы быстрее что-то было. У всех есть такое желание. Но что-то не получается. Ну, ведь и политическая воля была. Сейчас что-то вот как-то есть к этому вопрос. Ну, мне бы хотелось, чтобы этот процесс не останавливался. И Зеленский не превращался в отношения мирного процесса в Порошенко. Вот этого, мне бы этого хотелось. Но пока есть какая-то заминка, может быть, она только временна. Может быть, есть какие-то причины для этого, и дальше процесс опять продолжится. Может быть. Мне бы хотелось, чтобы это было так. А то, что было в стране про Порошенко, то, что есть сейчас в Презиленском, это две разные Украины. Даже в отношении церкви, то, что мы с вами обсуждали недавно. Это даже в отношении церкви. Была одна, сейчас другая. Спасибо вам большое за уделенное время. Рад, что у нас получилось все-таки так достаточно хорошо и глубинно обсудить все эти вопросы. Спасибо вам. Это была программа «Без протокола». С нами был Вадим Новинский, народный депутат Украины, медсенат, предприниматель. С вами был я, Дмитрий Василец. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова